Всем привет! Меня зовут Саша Гуляева. Меня зовут Даша Шаклеева. Мы работаем UX-исследователями в UX-лаборатории Мэйу.ру. Наша лаборатория занимается пользовательскими исследованиями разных характеров. И конкретно мы с Дашей занимаемся исследованиями, которые касаются почты Мэйу.ру. Когда мы выполняем какие-то наши задачи, мы часто работаем вместе с дизайнерами. И наши дизайнеры часто сталкиваются с некоторыми вопросами. Например, как понять, что нужно пользователям в продукте? Какие проблемы могут возникать у пользователей и, в принципе, как сделать так, чтобы они не сталкивались с этими проблемами в интерфейсе? Как из нескольких вариантов дизайна, которые мы нарисовали, выбрать самый-самый лучший? Или, например, почему руководитель говорит что-то поменять и будет ли от этого лучше или хуже? Могут быть и другие вопросы. Например, понимают ли наши пользователи, как работает эта функция? Как делать редизайн? Как будет считываться какая-то конкретная иконка? Все эти вопросы, они, в принципе, касаются пользовательского опыта. И что мы можем сделать в таком случае? Мы можем исследовать этот пользовательский опыт. Тут есть два важных момента. Первый из них связан с тем, что хороший дизайн для пользователя — это, наверное, не совсем то же самое, что хороший дизайн для дизайнера. Пользователям обычно не очень принципиально, есть ли где-то там на заднем плане градиент или его нет. Самый важный критерий того, насколько дизайн хорош для пользователя, — это обычно беспроблемность этого дизайна, насколько хорошо у пользователя получается выполнять задачи в том интерфейсе, который у него есть. Вторая важная вещь, касающаяся пользовательских исследований, — это то, что важно понимать и изучать именно своих собственных пользователей, а не всех людей в целом, потому что, в принципе, практически никогда нет универсальных решений для дизайна и нет каких-то универсальных вещей, которые сработают на всех пользователях. Именно поэтому нужно исследовать именно тех, кто пользуется вашим продуктом. Два ключевых вопроса, которые обычно стоят перед UX-исследованиями, — это, во-первых, как сделать продукт полезным, а второй вопрос, как сделать продукт удобным. Вопрос, как сделать продукт полезным, обычно исследуется с помощью комплексов методов, которые называются product discovery, и главный из этих методов — это интервью. Например, мы можем понять, что у пользователя есть потребность в том, чтобы где-то была определенная кнопка. А usable, то есть удобный, — это вопросы, которые связаны с тем, удобно ли пользователю что-то делать, как сделать так, чтобы было удобнее, как сделать так, чтобы не возникало проблем. И эти вопросы обычно решаются методом usability-тестирования, то есть наблюдений за пользователем в реальной среде. В какой-то момент команда почты Mail.ru, в которой мы с Дашей работаем, пришла к пониманию, к общему пониманию, что наши пользователи, оказывается, очень много и часто хранят что-то в почте. Чтобы узнать об этом поподробнее и понять, в каких потребностях мы можем быть полезны пользователю, мы провели набор интервью, узнали много всего интересного о том, что они хранят, как они хранят и почему они хранят. Например, мы узнали, что люди сохраняют себе опросы из разряда какая-то из свечек Wings, чтобы потом вернуться к ним и пройти их. Также мы узнали, что люди очень часто отправляют письма сами себе и поняли, что это именно та потребность, с которой мы хотим связать будущую фичу, которую будем делать. Соответственно, в этом случае мы исследовали полезность и поняли, что именно нужно нашим пользователям, то есть обратились к вопросу useful. После чего были нарисованы прототипы этой функции, и мы начали исследовать их на удобство, то есть проводить юзабилити-тестирование. На слайдах видно, как это выглядело, и когда мы проводили юзабилити-тесты, мы ставили людей в ситуацию, с которой они могли бы столкнуться в обычной жизни. Ну, то есть, например, представим, что вы проверяете почту, и дальше мы наблюдали, замечают ли они, что появилось что-то новое, помогает ли это решать те задачи, которые у них есть, не сбивает ли это пользователь из каких-то сценариев, которыми они привыкли ходить в почте. Соответственно, мы провели сначала исследование полезности, а потом исследование удобства. Если подводить какой-то итог, то, в принципе, очень важно опираться на исследования с пользователями, чтобы делать продукты, которые мы создаем, useful и юзабил. Спасибо, Саша. Мы сейчас с вами немножко поговорили о том, что можно сделать, если возникают какие-то вопросы относительно дизайна, относительно тех макетов и того интерфейса, который уже у нас есть. А сейчас мы поговорим о том, как это сделать. У нас есть два пути, по которым мы можем пойти. Первый из них — это ситуация, в которой у нас в команде существует специалист, отдельный исследователь, UX-ресерчер, который может целиком брать на себя о разработку проектов и проведении исследований. И сейчас мы с вами на конкретном кейсе немножечко обсудим, что делать в таком случае. У нас в почте был такой момент, когда нам нужно было понять, как наши пользователи воспринимают новые виды нашей рекламы в приложении. То есть у нас, получается, было несколько вариантов. У нас был, ну, предположим, там, параллакс-скролл, большой баннер и реклама, которая подстраивалась и выглядела как письмо. И нас интересовало, какие из этих форматов рекламы кажутся приемлемыми, какие, наоборот, раздражают пользователи, вообще замечают они их или им абсолютно все равно. Соответственно, это был как раз тот момент, когда исследователи целиком забирали себе этот проект. И здесь на схеме можно видеть, как примерно это происходит. Что со стороны дизайнера, что со стороны исследователя. Команда вместе с дизайнером приходит к исследователям. У нас, соответственно, их сейчас двое в почте Mail.ru. Обычно кто-то один отвечает за какое-то одно направление, например, за мобильное приложение. И приносит какую-то гипотезу или цель, которая заключается в том вопросе, на который нам нужно получить ответ. Собственно говоря, это ответ на вопрос о том, какая реклама воспринимается хорошо, какая реклама воспринимается плохо, как вообще ее замечают, не замечают в общих словах. После того, как заказчик и дизайнер приносят вот эту задачу, вот эту цель, исследователь целиком принимает ее и проделывает план исследования целиком. От начала до конца он выбирает метод, он простраивает сценарий, который содержит задания, которые помогут пользователю войти в естественную ситуацию и провзаимодействовать с интерфейсом так, как он делал бы это в реальной жизни, потому что только так мы, по сути, можем понять, а как он действительно воспринимает какие-то новые элементы в интерфейсе. В данном случае, например, естественной ситуацией была проверка почты. То есть пользователь заходил, проверял свою почту, и конкретно здесь мы наблюдали, замечает ли он вообще рекламу, оставляет ли какие-то комментарии на эту тему или нет. Соответственно, когда исследователь проделывает работу над тем, чтобы составить задание, продумать сценарий, выбрать метод, он приходит к дизайнеру с техническим заданием на прототип. То есть рассказывает дизайнеру о том, что нам нужно, что должно быть кликабельным, что должно работать в прототипе, чтобы у нас получилось протестировать именно естественный опыт пользователя. То есть говорим, например, сделай, пожалуйста, так, чтобы список писем скроился, чтобы письмо открывалось, чтобы мы могли ему сказать, проверь почту, и он действительно смог это сделать. Здесь очень важно отметить, что на самом деле прототипу совсем не обязательно быть детально проработанным, и нередко бывают такие моменты, когда для проверки гипотез хватает буквально даже пару экранов посмотреть, чтобы стало уже понятно, какие эмоции, какие реакции у респондента, у пользователя, понимает ли он, что происходит. Соответственно, после того, как дизайнер сделал прототип, мы обсуждаем финальные правки, то есть все ли там сделано так, чтобы мы могли создать какую-то ситуацию для пользователя, дать ему задание, которое будет проходиться. Это занимает немного времени, и после этого мы можем переходить уже к общению с пользователями. То есть мы приглашаем респондентов либо к себе в офис, либо общаемся с ними в онлайне, и задаем им некие ситуации, исходя из которых они действуют, а мы смотрим, как им то, что происходит. Это может занимать несколько дней, иногда больше, чем несколько дней, и на этом этапе дизайнер у нас действительно, как нарисовано на схеме, может, если он хочет, сидеть с попкорном и просто наблюдать, что происходит у пользователей, когда они работают с его интерфейсом. Здесь все уже зависит от временных ресурсов дизайнера, от его желания. Он может смотреть, даже может поучаствовать, но в принципе вот этот процесс, он целиком уходит на откуп исследователю, который как модератор проводит эти тестирования. После того, как этап общения с пользователями заканчивается, мы уходим на анализ той информации, которую мы получили. То есть мы собираем инсайты, мы собираем ответы на наши вопросы. Например, в случае рекламы мы могли собрать реакции. То есть, например, на большой баннер респонденты реагируют таким образом, а встроенную рекламу, например, вообще не получают. Но на самом деле конкретно в этом проекте получилось, что встроенная реклама, которая похожа на письма, наоборот, больше всего раздражает пользователей, большой баннер тоже. Но, соответственно, вот такого типа могут быть различные выводы. После того, как мы собрали информацию, она обычно переходит к нашей команде в качестве отчета. То есть они получают результаты после того, как мы пообщались с пользователями. И дальше мы уже переходим к фазе изменения. Но здесь был, например, такой момент в случае с рекламой, что нам, по сути, нужно было сравнить варианты рекламы и понять, какие ок, какие не ок. Однако бывают и другие ситуации, когда нужно не просто сравнить, а когда нужно последовательно прийти к какому-то новому варианту интерфейса, как-то улучшить его. И в данном случае нам может помочь именно итеративное тестирование, когда последний этап, который связан с анализом информации и общением с пользователями, повторяется несколько раз. Два, три, четыре, сколько нужно. Здесь происходит так. Мы берем, например, день на проведение тестирования, день направки в прототип, и потом снова возвращаемся к тестированию с респондентами нашего обновленного прототипа. Чем это здорово? Если мы с вами смотрим вот такой классический вариант, то у нас изменения могут прийти в прототип не очень понятно когда, через неделю, через месяц. И мы не сразу поймем, как вообще мы сделали эти изменения. Они хороши или они плохи? Здесь же мы сразу закладываем в план исследования время на то, чтобы сразу проверить, а каковы наши изменения. Хорошие они или же плохие? Помимо этого, у итеративного тестирования есть еще один очень большой плюс, который касается сплоченности команды. Здесь у дизайнера уже не получится сидеть просто так с попкорном. Ну, может, получится пару часов в день, а остальное время ему тоже придется вносить правки в прототип. И в итоге этот процесс волшебным образом влияет так, что все становятся гораздо более общительными, гораздо больше коммуницируют, работают в связке, дизайнеры, исследователи и заказчики, например, продакт-менеджеры тоже в этом участвуют. Здесь гораздо больше фана получается от процесса, все получают и гораздо больше вовлечены в процесс. У этого итеративного тестирования есть свое название, сокращенно write, а полностью rapid iterative testing and evaluation. Соответственно, все понятно примерно из названия. Быстренько тестим, как-то меняем, проверяем еще раз и повторяем, сколько нам нужно для этого раз. Соответственно, к концу тестирования, проведенных по методу write, мы уже приходим с неким измененным интерфейсом, который изменился очень быстро, и это еще обычно тоже очень позитивно воспринимается, потому что сразу видна наглядно проделанная работа. Соответственно, подведем небольшие итоги под тем, как мы работаем, если у нас есть исследователь в команде. Здесь у нас из плюсов то, что можно проводить действительно сложные и большие исследования на большом количестве респондентов, потому что есть отдельный человек, у которого это full-time job, он делает это постоянно и, соответственно, может посвятить много ресурсов на то, чтобы набрать много респондентов и распланировать сложные исследования с большим количеством этапов. Также здесь можно проводить большие разведывательные проекты, которые обычно посвящены именно поиску каких-то потребностей, незанятых ниш, в которые могут пойти дальше люди, которые работают над продуктом, то есть выявить какие-то новые стратегические направления для развития продукта. Потому что также это длительные проекты, и человек, который целиком занимается только исследованием, может себе это позволить, можно дать ему это наотку. Также здесь из-за того, что мы можем посвятить больше времени ресурсов этому процессу, мы можем подобрать полноценных пользователей, нашу целевую аудиторию, а не просто потестировать, например, на коллегах. И, соответственно, здесь дизайнер и другая часть команды при желании может вообще как-то особо не вкладываться в процесс, помимо того, чтобы отдать задачу, да, и цели. Потому что исследователь все сам на опыте может сделать самостоятельно, и вы, может быть, точно уверены, что в конце вам принесут полноценный результат. Но если у вас в команде нет исследователей, это не повод расстраиваться или опускать руки, а на самом деле, наоборот, здесь есть тоже большое количество профитов. Тоже, например, на примере рассмотрим на конкретном кейсе, что можно делать без исследователя. Например, вы как дизайнер сделали некую новую промку. У нас, например, была промка писем себе, и вам интересно посмотреть, а как вообще пользователи, ваша целевая аудитория воспринимает эту промку. Видит, не видит, раздражает, не раздражает, там, закрывают, не закрывают. Это все можно сделать быстрым тестом. То есть дизайнер сам самостоятельно может приготовить небольшой прототип и проверить его, например, в неких коридорных тестах внутри компании на своих сотрудниках. Это не займет много времени, но может дать многие полезные инсайты, которые вы не получите, если не будете, например, вообще никак смотреть на реальное взаимодействие с вашими новыми интерфейсами. Соответственно, если обобщать, что мы здесь можем делать, если нет исследователя? Можем провести быстрый юзабилити-тест и найти возможные проблемы. Это как в примере с промо-письмом. Тестирование может быть быстрое, там, пять респондентов, два респондента, коллеги, не коллеги. Но здесь вы действительно можете увидеть какие-то сложности, с которыми респонденты сталкиваются, или узнать какое-то их мнение, которое вы никогда бы сами не поняли, не догадались бы о нем. Здесь также самостоятельно можно использовать принципы итеративного тестирования, то есть пойти пообщаться с некоторым количеством человек, там, два-три человека, потом поменять и пообщаться еще. То есть это тоже здесь применимо. И также еще один вариант, быстрый и не сильно ресурсозатратный, это интерфейсные опросы для того, чтобы понять, как люди вообще воспринимают новые элементы интерфейса. Вот тоже, если приводить конкретный пример, мы встраивали недавно видеозвонки в нашу почту, и, соответственно, внутри письма была возможность, проектировалась возможность предложить видеозвонок вашему собеседнику. Появлялась новая кнопка. Мы не знали, как респонденты будут воспринимать эту кнопку, и, соответственно, для этого мы сделали скриншот прототипа, загнали его в сервегизма, ну или любой другой инструмент для опросника, и просто задавали вопрос, как вы думаете, ну, вопрос, который в своем контексте нес смысл о том, что, а как вы думаете, что будет, если вы нажмете на эту кнопку, для чего она нужна. Соответственно, это все происходило дистанционно, не требовало никаких ресурсозатрат или личного времени для того, чтобы встречаться с респондентом, это просто запускалось в вопросник, и ответы набирались. То есть, по сути, действительно низкие временные затраты и ресурсозатраты, но хорошие ответы и данные, которые помогают вам понять, а что делать дальше, понятно ли вы сделали, удобно ли вы сделали, вы уже получаете. Соответственно, если резюмируя, что у нас с вами получается без исследователя, у нас без исследователя получается картина, в которой вполне можно тоже действительно проверять какие-то гипотезы, получать инсайты, но затрачивая небольшие ресурсы на исследование, как это делать, как раз я рассказала, можно быстро проверять гипотезы своими силами, не затрачивая время на то, чтобы продумать большие длительные проекты. И при этом, если вы тестируете самостоятельно, будучи дизайнером или продакт-менеджером, вы испытываете гораздо большее погружение в задачу, в то, что происходит. То есть, ваши ответы на вопросы, которые у вас возникают при работе, при мысли о каком-то стратегическом дальнейшем развитии вашего продукта, вы получаете более наглядно, в непосредственном контакте с пользователем. То есть, здесь вы ищете ответы на свои вопросы не косвенно, а напрямую, и это очень здорово погружает вас в процесс. Если возвращаться к тем вопросам, которые могут вставать перед дизайнерами во время, например, разработки интерфейсов, то большая часть этих вопросов, связанных с интерфейсом, решаются с помощью проведения больших или маленьких, длинных или коротких, итеративных или нет юзабилити-тестов. Суть юзабилити-тестов в том, чтобы поставить человека в ту ситуацию, в которой он бы мог оказаться в обычной жизни и пронаблюдать в этой ситуации его поведение. Кроме юзабилити-тестов, у UX-исследований есть еще много методов, которые, конечно, полезны, которые тоже важно применять, но самые простые задачи, связанные с дизайном, могут решаться юзабилити-тестами. Но важно помнить, что в конечном счете нам важно сделать хороший продукт, а именно сделать его юзфул и юзабил для тех, кто его использует. И это можно сделать как с исследователем, так и без него. У нас на этом все. Большое спасибо за выступление. И я напоминаю, что вопросы к спикерам можно задавать в чат. Девчонки суперподробно все рассказали, особенно понятно для дизайнеров. Вы, в принципе, мы с вами очень часто работаем вместе, что для меня, несомненно, суперприятно. И наверняка у вас скопились какие-то советы, которые вы можете дать дизайнеру, который пришел к исследователю. А еще лучше, чего точно не нужно делать, чтобы не потратить ваше время и чтобы не потратить время исследователей, которым ходит наш гипотетический дизайнер. Что вы можете посоветовать? Ну, на самом деле, несмотря на то, что мы показывали в схеме взаимодействия дизайнера-исследователя и конку с попкорном, на самом деле, скорее хочется дать совет все равно побольше взаимодействовать, побольше общаться с исследователем и не пускать все на самотек. И в том числе не делать прототип исключительно самостоятельно, не пообщавшись с исследователем, потому что для того, чтобы сценарии исследования, задания и сам прототип вышли максимально полными, максимально помогающими раскрыть и найти ответы на необходимые гипотезы, лучше все-таки проконсультироваться с исследователем, потому что он знает, как подогнать кликабельность прототипа под задания, которые мы будем делать, чтобы проверить в естественном опыте респондента, как же он реагирует на интерфейс. Поэтому лучше все-таки повзаимодействовать, обсудить, как-то вместе поправить прототип, то, что там есть, может быть, подшлифовать сценарий. И в процессе того, как будут проводиться тестирования, если есть ресурс, все-таки действительно тоже включаться в процесс, потому что там может быть очень много разных полезных моментов, когда можно будет быстренько что-то поменять и успеть проверить новый вариант, например. И также не нужно держать в себе какие-то дополнительные гипотезы, которые есть желание проверить. Если есть относительно какого-то прототипа, помимо основных вопросов, еще какие-то дополнительные нюансики, которые хочется посмотреть, там про какую-то дополнительную кнопку, которая не включена в основной флоу, все равно лучше про это сказать, потому что исследование очень часто, юзабилити-тестирование, может принести кучу дополнительных инсайтов, помимо основных. Так что здесь можно получить дополнительный профит. Это такие основные типы. Мне кажется, это очень исчерпывающе. И по своему опыту я могу сказать, что девчонки очень сильно помогли нашей команде сэкономить ресурсы и количество ресурсов на разработке прототипов, потому что действительно, когда мы что-то исследуем, можно заменить какое-то очень сложное действие, которое необходимо разрабатывать, проектировать или потратить на это дополнительные часы дизайнера, на гипотезу в тесте или вопрос, а что, представьте, если что-то уже произошло. Это лайфхак, который для меня был очень полезен, который был очень полезен для наших ребят, поэтому говорите со своими исследователями. Это всегда приносит только пользу всем, я думаю, что не только дизайнерам, но еще и самим ребятам они тоже учатся. И еще один вопрос у меня, он такой достаточно риторический. Вы занимаетесь исследованиями, как вы думаете, что не надо исследовать? То есть какие вопросы не, скажем так, сложные или нежелательные для исследования? Что можно вообще не исследовать? Где нужно принять волевое решение? Слушай, ну это неудобный вопрос, потому что я вот думаю сейчас, и таких ситуаций, чтобы был... Ну вот в нашей, мне кажется, в нашем сдаши опыте, мне кажется, таких ситуаций, чтобы кто-то приходил за исследованием, и мы решали, что нет, это не надо делать, потому что вот такого, наверное, не было. При этом запросы на исследование могли трансформироваться, ну то есть условно, если кто-то приходит и говорит, мы хотим CJM, а на самом деле вопросы, которые стоят и потребности, решаются не CJM, а чем-то другим, то такое да, такое может быть. Если думать вот над тем вопросом, который ты задаешь теоретически, то, наверное, ну, размышляя, то, наверное, нет большого смысла исследовать, когда не совсем понятно, как и зачем это делать, как будут использоваться результаты, но тут можно привести контрпример, в принципе. Другой случай, например, можно... Наверное, нет большого смысла исследовать технические вещи, баги, которые ловятся тестировщиками или про которые пишут потом пользователи, которые с ними сталкиваются, но можно привести контрпример и здесь, потому что было такое, что там баги специально ловили на тестированиях, потому что такую ситуацию можно было воспроизвести только на тестировании. Вот как-то так. Еще иногда бывает, что нужно делать не качественными методами, а количественными методами, но тоже это про переход. Ну, то есть, получается, все вопросы, которые вам приходили, они так или иначе исследуемы, просто не в том виде, которым их задают иногда, да? Ну да, наверное, так. Это очень здорово, когда мы можем трансформировать нашу гипотезу вместе, чтобы получить какие-то данные. Это, в общем, еще раз говорит о том, что общайтесь с своими исследователями. Давайте придем к вопросам из чата. Более конкретный вопрос. Милка, мяу, прикольный ник. Сколько респондентов обычно участвует в тестировании? В интерактивных, те же самые группы или на каждую итерацию новые? Как вы находите респондентов? Много вопросов в одном. Я думаю, что вам будет на что отвечать. Давайте я начну. Саша, ты что, дополняй меня. Сильно зависит от того, что конкретно мы проводим. И если юзабилити тестирование, там обычно чуть меньше людей, чем, например, если мы проводим интервью, потому что там разведывательный процесс, и нужно набирать больше людей, чтобы сделать срез мнений. Если это юзабилити тестирование, то там внутри зависит еще от количества вариантов прототипов, которые мы тестируем. Нам нужно на каждый вариант набрать какое-то количество людей, из мнений которых можно будет составить какую-то примерно похожую картину на то, что мы можем найти в общем среде пользователей. Соответственно, например, мы берем, если у нас три варианта прототипа, то мы возьмем 12 пользователей на тестирование. Если их всего два, то скорее 8 пользователей. То есть это вот такой примерно средний размер. Мы о таких числах можем говорить. Как находим респондентов? У нас есть несколько вариантов. У нас есть рекрутинговое агентство, с которым мы взаимодействуем. То есть это внешний подрядчик, которому мы задаем критерии на поиск людей, которые обычно находятся из нашей целевой аудитории. Просто выдаем критерии, договариваемся с ними о работе и ждем, пока они в течение полутора недель, например, находят, нам подбирают людей на тестирование или на интервью. Но иногда бывает такое, что у нас есть возможность быстрее самостоятельно с этим справиться, и иногда мы рассылаем анкету на наших пользователей почты. Поэтому если вам на почту приходит письмо с предложением поучаствовать в исследовании, не пугайтесь, это мы, и мы просто хотим поговорить с вами и понять, как вам наш интерфейс. Дальше там что-то еще, по-моему, было в этом вопросе, но я забыла, он был, правда, большой. У нас осталось еще два вопроса, которые выбрал наш замечательный модератор в Розовом. Как повлияла пандемия на процессы в лаборатории и как изменились исследования, процесс проведения исследований? Расширилось ли количество инструментов, которые вы используете? Ну, давайте, наверное, начнем с того, чего мы лишились, когда началась пандемия. Мы, вот конкретно мы, UX-лаборатория, Майору, стали работать без айтрекера. У нас был полезный прибор айтрекер, который позволяет, посадив перед ним респондента, отследить, куда он смотрит, практически в режиме реального времени. Вот этого мы лишились в связи с пандемией, потому что не работаем сейчас в офисе, а проводим все удаленно. При этом из хороших перемен, наверное, мы стали больше использовать каких-то новых способов делать что-то удаленно, например, проводить немодерируемые юзабилити-тесты, когда респондент ставится в какую-то ситуацию, делает что-то, отвечает на какие-то вопросы. То есть это как бы и юзабилити-тестирование, и какой-то опрос, и там могут быть какие-то открытые ответы, которые респондент дает на наши вопросы. Ну, то есть это тот способ, который мы стали чаще, наверное, использовать в пандемию. Ну, просто, наверное, мы стали немножечко шире мыслить. То есть, получается, вы больше приобрели, чем потеряли. Мне кажется, это примерно равновесно. И процессы расширились в сторону больше видео каких-то историй, да? Хорошо, окей. И каверзный вопрос, на самом деле, для дизайнеров это особо каверзный вопрос. Нужно ли исследовать UI, то есть сам интерфейс, саму графическую визуализацию? Как вы думаете? Нам, наверное, я не уверена, что мы хорошо понимаем вопрос. Скорее всего, автор имел в виду, я надеюсь, что я правильно здесь трактую формулировку, нужно ли исследовать графическую часть. Ну, то есть, допустим, одно и то же действие может быть визуализировано иначе. Там иконка, кнопка и так далее. Нужно ли это тестировать? Как вы думаете, где здесь граница между... Мы обычно в любом случае, когда тестируем пользовательский опыт, мы UI тоже захватываем в любом случае, потому что, когда проводишь юзабилити-тестирование, особенно с несколькими вариантами, там получается, что мы все равно тестируем UI, потому что у нас очень часто бывает, что у нас в одном прототипе там, например, элемент календаря выглядит зеленым, в другом варианте прототипа элемент календаря выглядит желтым. И мы все равно эти варианты как-то между собой сравниваем, то есть, по сути, мы его все равно исследуем. Нужно ли его использовать отдельно, просто там цвет кнопки в вакууме? Скорее нет, потому что он как бы получается вырванным из контекста, вырванным из опыта. Можно попробовать, конечно, делать разные опросы, но мы обычно так не делаем. Можешь меня дополнить, если что? Мне кажется, что мы можем исследовать и хорошо можем понимать, насколько это влияет на пользовательское поведение и насколько это существенно, в принципе. То есть, существенен ли цвет кнопки или там вид иконки в данном случае. Если он существенен, то мы можем, ставя пользователя в похожую на реальную ситуацию, это сравнить, например. Если он не имеет значения, то, наверное, это уже какая-то немножко другая история, больше про общую эстетику. Хорошо. Я, на самом деле, полностью согласна с тем, что очень сложно извлечь какие-то графические решения из опыта, в рамках которого с этими решениями человек взаимодействует. Поэтому кажется, что здесь исследовать отдельно именно UI, на мой взгляд, не имеет смысла, потому что кажется, что человек не декомпозирует так опыт. И кажется, что девушки со мной согласны. Большое спасибо. Большое спасибо, что помогаете нашим продуктам становиться удобнее. Большое спасибо, что подсказываете нам кучу классных, интересных вещей. И большое спасибо, что поделились этими знаниями с нашей аудиторией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова